Добрый день, уважаемые друзья, с вами Евгения и вновь я рада видеть вас на нашем YouTube-канале. Сегодня мы обсудим, пожалуй, самую популярную тему в интернете. Как же учить разговаривать на английском? Ведь огромное количество людей каждый год берется за изучение английского, но, к сожалению, так и не может комфортно общаться в поездках за рубежом. Сегодня мы обсудим, как же правильно ставить цели и определять уровни английского языка, проговорим общие правила преподавания разговорного английского, как правильно выбрать методику преподавания и определить подходящие учебники и словари. Об этом и многом другом в этом выпуске. На самом деле английский язык – это наш проводник к огромному количеству занятий, общению с интересными людьми, продвижению по карьерной лестнице или переезд за рубеж. Ну и, конечно, многое другое. Если прикинуть элементарную математику, то в среднем у носителей языка в словарном запасе около 15 тысяч слов. И это звучит весьма внушительно. Однако для того, чтобы просто комфортно общаться на бытовые темы и получать удовольствие от использования английского, достаточно всего лишь двух-трех тысяч слов. И это примерно уровень pre-intermediate, которого можно достичь за год интенсивных занятий. Звучит здорово? Давайте разбираться. Прежде чем я раскрою вам все секреты преподавания разговорного английского, я хочу напомнить, что это видео я записываю специально для проекта tuffle2soulcertificate.com Как думаете, в чем разница между изучением английского школьником, студентом или предпринимателем? Конечно же, в целях. Именно поэтому учителя стараются выяснить цели на самом начальном этапе подготовки, курса и всех материалов для того, чтобы правильно сфокусировать внимание студента на конкретных темах и упражнениях. Например, если ученик собирается сдавать экзамены, то здесь скорее следует сделать упор на формальном языке общения. Однако, если человек собирается эмигрировать в другую страну, то здесь скорее подойдет повседневный сленг. Так что, если вы думали, что у английского всего лишь несколько вариантов, например, британский, американский, австралийский, то вы немного ошибались. В принципе, форматы разговорного английского можно подразделять на разные категории. Как мы поняли, это может быть повседневный английский. Он не отягощен сложными грамматическими конструкциями и используется в бытовой жизни для того, чтобы просто и понятно объяснить свою цель. Деловой или бизнес английский необходим людям, которые планируют совершать переговоры со своими иностранными партнерами, компаниями или подрядчиками. И таким образом, этот язык наполнен различными шаблонами и клише, которые встречаются практически в каждом предложении. Академический английский подойдет тем, кто видит свое будущее в аспиратуре, магистратуре или работе при университете. Ну и, конечно, для сдачи международных экзаменов. И, конечно, его полная противоположность – это сленг или молодежный разговорный английский. Для того, чтобы легко понимать своих сверстников, вести разные социальные сети и с легкостью понимать современные песни. Также существует английский для путешественников, где они учатся изъясняться и находить выходы из той или иной ситуации. А также английский для спортсменов, стюардесс и многих других профессий. Даже есть педагогический английский язык, который изучают в основном на таких специальных курсах, как Tafel to Sol. Общаться всегда интереснее, когда знаешь, что сказать. Именно поэтому, когда мы точно знаем, зачем наши студенты изучают английский язык, самое время составить список актуальных и интересных для них тем. Но также не забывайте разбавлять их самыми стандартными и популярными. Например, музыка, кино, общение, друзья, готовка и многое другое. Что касается изучения грамматики, то здесь лучше занять позицию посередине. Не стоит слишком сильно углубляться в нее и уделять ей все время от вашего занятия, потому что ученики просто-напросто устанут. Но также пренебрегать ей тоже не стоит. Так что идеальное время от 10 до 20 минут во время часового занятия. И есть список просто необходимых грамматических конструкций, которые должен знать ученик для более-менее свободного общения на английском. Например, это список неправильных глаголов, использование модальных глаголов, местоимений, пассивного залога, а также понимание разницы между present perfect и past simple, конечно, использование конструкции to be going to и времени present continuous, и, разумеется, все времена группы simple. Классический метод изучения английского, такой как чтение и перевод текста, ушел в прошлое и сильно устарел. По крайней мере, я надеюсь, что вы им больше не пользуетесь. И таким образом на его смену пришли другие методики, которые можно успешно комбинировать для того, чтобы довести ученика до эффективного результата. Например, прямое изучение подразумевает полноценное 100% погружение в языковую среду, что достаточно сложно выполнимо в условиях русскоговорящего комьюнити. Но уже через полгода нахождения за границей и общения только на английском языке, люди утверждают, что прогресс налицо. Одна из самых популярных методик коммуникативной предполагает постоянное обсуждение типовых ситуаций на английском языке. И на это уходит до 90% от всего времени урока, что действительно эффективно, потому что ученик использует вновь изученную лексику и грамматические структуры для того, чтобы объясниться и выйти из той или иной типовой ситуации. Избирательный метод построен на базе предыдущего опыта, профессии, интересов, предпочтений и многого другого, и включает в себя различные активности. Тренинговый метод подразумевает, что учитель выдает материал на самостоятельное домашнее обучение, а после проверяет прогресс с помощью устных и письменных тестов. Ну и интенсивные предлагают заучивание различных клише и шаблонов для поддержания диалогов на ту или иную профессиональную тему. Одним из лучших направлений тренировки разговорного английского является интернет. И, конечно, вы можете найти огромное количество сайтов, где есть различные вариации аудио- и видеодиалогов для того, чтобы тренировать слух. И также можно в режиме реального времени найти напарника для того, чтобы пообщаться с носителем языка или экспатом. Преподавание онлайн может показаться непривычным на первый взгляд, однако уже через некоторое время вы оцените все достоинства этого метода преподавания, где вы можете сократить время на дорогу и, конечно, работать в комфортных условиях. Если вы только новичок, то постарайтесь организовать небольшие разговорные клубы несколько раз в неделю, где ваши потенциальные или текущие студенты могут как следует разговориться. Помимо ваших занятий попросите студента самостоятельно делать что-то вне урока. Например, смотреть любимые фильмы на английском языке с субтитрами или оставлять комментарии в социальных сетях любимым актерам и исполнителям. Качество общения зависит от используемых слов и словосочетаний. Именно поэтому так важно правильно использовать словари на английском языке. И, конечно, они нам пригодятся в любой деятельности, будь то чтение аутентичной литературы или просмотр роликов на ютубе. Поэтому сейчас, вместо того, чтобы листать огромные талмуты переводчиков, мы имеем возможность сделать все за несколько секунд и пару кликов. А сейчас я хочу поделиться подборкой своих любимых онлайн-словарей, с помощью которых вы сможете объяснять новую лексику и словосочетания своим студентам еще четче и понятнее. Например, Cambridge Dictionary, Oxford, Macmillan и Collins. Учебник — это действительно необходимая база для построения уроков на английском языке. Там вы можете брать необходимые тематики, задания, упражнения, тесты, а также черпать вдохновение для построения своих уроков и поиска материалов. И когда меня спрашивают, какие учебники я могу посоветовать, то мой ответ будет действительно длинным, потому что все зависит от студентов, их возраста, целей и многого другого. Но зато я предлагаю вам самостоятельно ознакомиться и выбрать, какие учебники вам подходят. Вы можете это сделать по ссылке в описании. Для того, чтобы ученик активировал словарный запас, который он так старательно изучал на уроках с вами, ему необходимо постоянно разговаривать. Но что, если уроки не каждый день, а всего лишь два раза в неделю? Ученику необходимо самостоятельно приложить некоторые усилия и разговаривать с воображаемым партнером или придумывать различные ситуации, из которых он хотел бы выкутаться на английском языке, а также придумывать и дописывать сценарии к фильмам, ввести прямые эфиры, писать посты на английском и многое другое. Огромную роль в улучшении разговорного навыка играет понимание на слух, потому что чем чаще человек слышит английскую речь, тем проще он привыкает к порядку слов, использованию фразеологизмов, крылатых выражений и многому другому. И если тезисно обобщить все секретики из этого выпуска о том, как эффективно обучать разговорному английскому, то получим следующее. Обязательно уточняйте и озвучивайте цель изучения ваших студентов, потому что именно от нее и от их уровня зависит ваш выбор учебников, тем, словарей, упражнений и многого другого. Внедрите небольшие рутинные упражнения, которые ученик с легкостью сможет выполнять вне класса каждый день. Например, перевести любимую песню или посмотреть небольшой кусочек сериала и ответить на вопросы. Заучивайте небольшие клише и вводные слова, для того, чтобы ученику было легче начать разговор. Ну и, конечно, контролируйте прогресс изучения с помощью различных тестов на знание грамматики и лексики. Ну а если вы пока чувствуете себя неуверенно в преподавании, то искренне рекомендую вам пройти онлайн-курсы сертификации TAPL-TESOL. На них вы узнаете различные методики преподавания английского языка, как их комбинировать между собой, как работать с людьми разного возраста и многое другое. Конечно, после нескольких месяцев изучения вы сможете более уверенно искать материал, доверять тем или иным учебникам, а также четко контролировать прогресс студентов. Не теряйте время не зря и проходите на наш сайт TAPL-TESOL-Certificate.com, чтобы приобрести курс с приятной скидкой. Что ж, дорогие друзья, я искренне надеюсь, что сегодняшний выпуск помог вам понять чуть больше о том, как эффективно преподавать разговорный английский язык. Но если у вас остались вопросы, обязательно оставляйте их в комментариях ниже. Мы всегда рады вам помочь. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Ваша поддержка нам очень дорога. И, конечно, благодарю вас за просмотр этого видео. Увидимся в следующий раз!